Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Продолжаем прямые эфиры с институтами по поводу приемной кампании 2022 года. Сегодня у нас в гостях Института социально-философских и наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. Сегодня на все ваши вопросы уважаемые абитуриенты и их родители с большим удовольствием ответят. Заместитель директора по образовательной деятельности Екатерина Валерьевна Снарская и декан Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Григорьевич Толчинский. Вот такие вот у нас сегодня гости. А я напоминаю, что свои вопросы вы можете задавать в нашей группе ВКонтакте. Постараемся на них обязательно найти какой-то ответ. Ну а пока вопросы, так сказать, настаиваются, я предлагаю Леониду Григорьевичу немножко рассказать, что вот себя представляет Высшая школа журналистики и медиакоммуникации в 2022 году, какие есть направления обучения и куда интереснее всего будет поступать. Мне кажется, интереснее всего поступать на все направления, которые представлены в институте в целом. Потому что каждый из них имеет свое уникальное лицо, свою уникальную востребованность в будущем, что прежде всего важно для абитуриентов сегодня. Если говорить конкретно о Высшей школе журналистики, то у нас традиционно сохраняются четыре направления подготовки по бакалавриату. Это дневной бакалавриат, имеется в виду, это медиакоммуникации, это реклама и связь с общественностью, журналистика и телевидение. На журналистике два профиля. Национальная журналистика – это подготовка специалистов, работающих на татарском. Сейчас билингвальные журналисты пользуются очень большим спросом. Это люди, которые одинаково хорошо работают на татарском и на русском языке. Особый упор делается, конечно, на подготовку национальной составляющей. Мультимедийная журналистика. По телевидению три профиля. Это тележурналистика, это режиссура и продюсирование, это медиа-инжиниринг, это диджитал-медиа, цифровое видеопроизводство. Это уже все, что связано с цифровым производством в медиа и, прежде всего, в визуальных медиа. С углубленным изучением английского языка. В медиа-коммуникации нет профиля. Там один общий профиль. И реклама связи с общественностью, там чуть позднее, с третьего курса начинается профилизация. Ну и целый спектр, да, заочная форма обучения существует только по журналистике с этого года, только по направлению журналистика. И достаточно большой спектр магистрских программ. Если будут вопросы, о них можно рассказать. Да, мы еще отдельно вернемся, в первую очередь все-таки говорим о бакалавриате. А интересно учиться на всех направлениях института. Я даже не сомневаюсь, что кто бы что ни выбрал, он будет абсолютно удовлетворен в том, какие знания и какой опыт будет приобретать. Я думаю, наверняка есть что добавить, Екатерина Валерьевна. Ну да, конечно. Во-первых, у нас, дорогие абитуриенты, рада поздравить вас с началом достаточно горячей поры. Уже пятый день сегодня, как началась приемная кампания 2022. 22. Да. И, соответственно, уже достаточно активно начали подавать документы на поступление абитуриенты наши. В первую очередь сейчас, конечно же, подают заявления ребята, выпускники прошлых лет, которые уже имеют на руках аттестаты и дипломы о предыдущем образовании. И, безусловно, это ребята, которые хотят поступать в магистратуру. Мы очень рады сообщить, что в этом году, пожалуй, единственный гуманитарный институт в университете, в Привозском федеральном, который получил для набора дополнительные бюджетные места для поступающих в магистратуру. Дополнительно, то есть сверх выделенных с контрольных цифр приема, у нас выделено 10 бюджетных мест магистратуры на направлении теологии, на очную форму обучения и дополнительно 10 на заочную. Отдельно хочу сказать, что действительно направления подготовки, которые реализуем мы, обеспечены достаточно неплохо и бюджетными местами, и главное, и это действительно очень важно, очень поддерживается в том числе государство, магистратура, как вторая ступенька образования, потому что на магистрские программы, на каждое из направлений подготовки, которые у нас представлены, с каждым годом количество бюджетных мест увеличивается, а это, безусловно, углубление и профилизация, очень узкая специализация в рамках направления подготовки, и, безусловно, это расширение профильных специализированных знаний у выпускников уровня бакалавриата, и это, конечно, очень радует. Ну и есть у нас уже тот список вопросов, которые сформировали заранее, давайте пока с них начнем, и вопросы тут будут, ну, большинство такие технические, которые будут касаться как раз-таки подачи документов и всего такого прочего. Так, например, есть у нас такой вопрос, процитирую, «Я хочу подать документы в ваш институт на платные и бюджетные места одновременно». Так можно? Так можно и так нужно. Значит, процедура подачи документов следующая. У вас есть две возможности, два пути подачи заявлений, оба они электронные. Вы можете подавать заявление через госуслуги, через портал. Это чисто интуитивно немножко попроще, но обратите, ребята, внимание, пожалуйста, там достаточно урезанная короткая анкета, которая не дает полной информации и для вас, как для абитуриентов, и для нас, как для представителей приемной комиссии. Объясню, почему. На госуслугах не требуются данные по родителям, которые нам необходимы, действительно, нужны в период, когда подходят дедлайны по подаче документов, потому что абитуриенты не всегда выходят на связь и очень часто бывает так, что они просто не информированы дедлайнами и, соответственно, не успевают в срок подать документы и, соответственно, не попадают на, например, бюджетную форму обучения. И чего еще нет в госуслугах, это очень важная информация для иностранных абитуриентов, когда документы, которые связаны с льготами, с нуждаемостью в общежитиях и так далее, то есть вот этот весь пакет документов через госуслуги вы загрузить не сможете. Поэтому мы очень рекомендуем абитуриентам подавать документы через внутреннюю сеть университета, социально-образовательная сеть Буду студентов. В этом году очень хорошо переработан интерфейс системы, он стал очень понятным, простым и удобным в использовании. Вы там сможете очень четко понимать, какие документы от вас требуются. Внутренней системе сейчас не требуется подгружать какие-то сканы документов, везде будет электронная и цифровая ваша подпись. Более того, вы сможете видеть свои рейтинги в режиме онлайн и по копиям, и, соответственно, по оригиналам документов. Это, безусловно, очень серьезно влияет на принятие решения вами в части выбора направления подготовки. Что касается одновременного подачи заявлений на бюджет и контракт. Опять же, если вы подаете заявление через нашу внутреннюю систему, через систему Буду студентом, то подавая заявление на обучение на бюджетной форме обучения, у вас оно параллельно дублируется на контракт. Как только вы будете готовы подписать, то есть дать добро на то, чтобы вы действительно хотите участвовать в конкурсе на контрактную категорию обучения, вы просто кликаете одним щелчком мышки, подписываете его, и, соответственно, одновременно начинаете участвовать в двух конкурсах, и в бюджетном, и в контрактном. Это возможно. Через госуслуги вам нужно будет это сделать просто дважды, выбирая соответствующее направление подготовки. И тоже мы рекомендуем абитуриентам сразу не бояться и подавать заявление одновременно и на бюджет, и на контракт. Это никоим образом не влияет на принятие решения приемной комиссии. То есть, условно, если вы подали заявление на контракт, это не значит, что вы вылетаете из конкурсного списка бюджетной категории обучения. Вы участвуете параллельно в двух конкурсах. Почему важно одновременно подать эти заявления? Потому что после 25 июля возможность подачи заявления ни на контракт, ни на заочную форму обучения будет недоступна для абитуриентов. То есть, если у вас не будет заявления на контракте к 25 июля, а вы понимаете, что вы не проходите на бюджет, то, к сожалению, в этом году в университет Казанский федеральный вы поступить уже не сможете. Ну и еще одно короткое примечание. По направлению подготовки журналистика срок подачи документов немножко другой. Да, там до 10 июля у нас есть в университете ряд направлений подготовки, которые проходят в том числе с применением внутренних вступительных испытаний. Это направление творческой направленности, к таковым у нас в институте как раз относится журналистика. И для того, чтобы вы были допущены до прохождения внутреннего вступительного испытания, заявление об участии в конкурсе вам необходимо будет подать до 10 июля. Само вступительное испытание будет проходить 20 июля, и, соответственно, 19 уже будет консультация. Соответственно, к 25 июля, когда основная волна абитуриентов уже подаст свои заявления об участии в конкурсе, у вас уже будут на руках результаты прохождения внутреннего вступительного испытания, и вы, соответственно, будете уже готовы к поступлению. Ну, на самом деле, так вот, в рамках одного вопроса затронули два, это был мой следующий. Но все равно его задам, давайте более подробно остановимся. Что есть такой творческий конкурс, какую роль он играет при поступлении? Ну, он играет существенную роль, потому что он все-таки дает возможность заработать еще до 100 баллов. Человеку, который претендует, скажем, на бюджетное место, это вообще принципиально. Мы обращаем внимание, что достаточно сильные абитуриенты приходят, то есть с достаточно большим количеством баллов по сумме ЕГЭ. И творческий конкурс в данном случае, ну, часто предопределяет его прохождение либо на бюджет, либо, ну, в целом, попадание в список студентов. Как он проходит, все это достаточно подробно изложено. В программе вступительных испытаний, да? Да, это все есть, это все можно найти, посмотреть, чтобы мы сейчас просто не разворачивали эту большую лекцию, информационную работу. Кроме того, накануне надо следить за объявлениями, накануне будет организована подготовительная... Подготовительные курсы. Подготовительные курсы, где можно будет тем преподавателям, которые далее будут участвовать уже в приемных испытаниях, в творческих испытаниях, задать необходимые вопросы и уточнить, соотнести свои знания с тем, что будут требовать на этом творческом экзамене. Поговорили немножко про творческое испытание, теперь давайте вот про бюджетные места тоже поговорим, поговорим про места контрактные. Каков размер платы за обучение и есть ли какие-то определенные варианты, какие-то определенные условия оплаты, то есть возможно ли разделить платеж, либо вот какие-то такие моменты? Вообще, что касается стоимости обучения, стоимость приема тоже уже опубликована в разделе абитуриенту на сайте приемной комиссии, приказом ректора она утверждена. Хочу обратить внимание, что стоимость не поменялась по уровню прошлого года, мы сохранили тоже стоимость в зависимости от направления подготовки в нашем институте, мы говорим сейчас о бакалавриате для граждан Российской Федерации. От 132 тысяч рублей по направлениям политология, социология, организации работы с молодежью, философия, теология. Вот пять направлений с данной стоимостью. 146 тысяч рублей стоит у нас обучение в год по направлениям подготовки высшей школы журналистики, это журналистика, мульттелевидение, медиа, коммуникация, реклама, связь с общественностью и конфликтология. Это уже отделение социально-политических наук. Что касается возможности более гибкой оплаты за обучение, какая у нас ситуация? Для того, чтобы мы могли зачислить абитуриента на первый курс, минимальный платеж должен составлять половину стоимости обучения за год, то есть это семестр обучения, но предварительно необходимо завизировать заявление ваше личное у ответственного секретаря приемной комиссии, и вторую часть платежа необходимо будет внести до 1 ноября текущего года. Это что касается первого года обучения. Начиная со второго курса у вас в договоре это будет прописано, что за первый семестр обучения вам необходимо будет вносить стоимость до 1 сентября, и соответственно за второй семестр до 1 февраля. Это что касается текущей такой ситуации по оплате за обучение. Кроме того, для ребят, которые у нас поступают в этом году, вы можете, конечно, претендовать, во-первых, на образовательные кредиты, они достаточно активно развиваются на протяжении последних 2-3 лет, то есть это возможно. Очень часто у нас ребята пользуются средствами материнского капитала, то есть это тоже пожалуйста. Другое дело, что при заключении договора вам необходимо будет предоставлять сертификат о материнском капитале в нашу бухгалтерию для того, чтобы своевременно данные в пенсионный фонд поступали. Такие варианты, конечно, есть. Ну и давайте поговорим немножко тоже о таком позитивном. Какие льготы достижения учитываются при поступлении? Вот, я так понимаю, есть такой определенный список индивидуальных достижений, вот что туда входит и какие баллы дают? Ох, вы знаете, если я сейчас подробно по каждому начну вот эту всю систему рассказывать, мы тут долго с вами задержимся. Очень рекомендую ребятам, которые претендуют на какие-либо дополнительные баллы сверх вашего ЕГЭ, внимательно ознакомиться с правилами приема. В правилах приема есть отдельный раздел, посвященный индивидуальным достижениям обучающихся. В целом, что туда входит? Аттестат с отличием, это 5 баллов дополнительно. ГТО-значки, причем как золотой, так и серебряный, тоже в этом году учитываются. Победители-призеры межрегиональных предметных олимпиад, школьников, перечневых олимпиад, тоже в зависимости от уровня данной указанной олимпиады дополнительные индивидуальные достижения учитываются. Единственное, есть ограничение в федеральном законе, на одного абитуриента мы не имеем права начислять более 10 баллов за индивидуальные достижения. То есть сколько бы у вас не было индивидуальных достижений, ваш максимум это 10 баллов, которые тем не менее очень часто бывают важными и критически причем важными для прохождения по конкурсу. Для того, чтобы вам были начислены баллы за индивидуальные достижения при подаче заявления, в личном кабинете вам необходимо будет обязательно прикрепить подтверждающие документы. То есть если мы говорим, например, об аттестате с отличием, скан этого аттестата нужно прикрепить, свидетельство ГТО и так далее. После подтверждения, после проверки приемной комиссии в соответствии поданных вами документов вашим индивидуальным достижениям, соответственно, эти баллы будут суммироваться с вашими результатами ЕГЭ. Кстати, по поводу результатов ЕГЭ. До этого года абитуриенты сами вносили в личный кабинет баллы по каждому предмету. Далее приемная комиссия перепроверяла их через федеральную базу, но в любом случае этот процесс был такой околоручной. Обратите внимание, с этого года не требуется вносить никаких результатов ЕГЭ. Вы просто выбираете предметы, дисциплины, по которым вы сдавали единый государственный экзамен. Далее автоматически через Минобровскую систему, через ваши поданные паспортные данные, эти баллы будут найдены и автоматически внесены в целях исключения технических ошибок. Тоже это очень важный момент. Ну и поговорили про поступление. А теперь, наверное, вопрос, который волнует ребят творческих. Насколько развита внеучебная деятельность в институте? По творчеству я понимаю не только танцы, песни, но и творчество с точки зрения науки. Насколько развита внеучебная деятельность? Развито. Причем развито, я могу судить, в том числе, не только, причем, внутри университета, в рамках вузов Казани, Татарстана и даже, наверное, России. А у нас в институте очень развито вообще, в принципе, студенческое самоуправление. Действует порядка 12 комитетов, которые касаются не только культурно-массовой, спортивной деятельности, но и научно-исследовательской, волонтерской, общественной, какой угодно. То есть, в принципе, если студент имеет какие-либо предпочтения в любой социально значимой какой-то неучебной работе, я абсолютно уверена, что он найдет себя и найдет, где реализовать все свои потребности. И, соответственно, с этого года у нас активно развиваются кружковые движения, которые касаются непосредственно научно-исследовательской деятельности. В принципе, студенты под руководством преподавателей института, курирующих какие-то конкретные направления подготовки, занимаются как раз наукой. Вне научно-исследовательской работы непосредственно кафедры, то есть там проектная деятельность, которая завязана на наиболее острых, интересных, актуальных для в том числе студентов, вопросов, связанных так или иначе с их научной деятельностью и с их, соответственно, направлением подготовки. То есть, опять же, здесь у нас и публикация статей, это и выступления на научных конференциях, это и мастер-классы, на которые приглашаются регулярно представители организации практиков, это и, соответственно, участие в конкурсе на лучшую научно-исследовательскую работу студентов университета, где наш институт регулярно занимает призовые места, и это действительно отмечается. То есть, конечно, да, это развито, и мы поощряем ту самую внеучебную деятельность, которая хотелось бы, чтобы не мешала основной образовательной программе. Ну, она часто и помогает ей, потому что даже вот этот павильон, где мы находимся, он постоянно занят теми или иными мастер-классами. Мы вот сейчас даже говорим, что даже на июль он уже расписан, да, то есть тут постоянно какие-то встречи студентов с интересными, значимыми персонами, причем и федерального, и международного, и нашего регионального уровня. Постоянно делаются какие-то творческие проекты, которые выходят далеко за рамки уже учебных программ, проектов. Благо, есть собственная база Универ-ТВ, целая телекомпания. Вот сейчас мы смотрим дипломные работы, дипломы сейчас защищают выпускники. Там есть работа абсолютно фестивального уровня уже, да, то есть непонятно, как ставить отлично им, что делать с другими, потому что те тоже делают хорошо, но вот возможности реализации, и люди, которые пользуются этим сполна, они могут уже достаточно высоко свою профессиональную рамку поднимать, задирать, что называется, находясь здесь. Посмотрите, если наше направление, скажем, реклама связи с общественностью, там бесконечные фестивали, там бесконечные конкурсы, социальные рекламы, на те или иные целевые проекты, там PR Russian Week, это вообще федерального уровня, такой уже целой недели. Сейчас Media Week у журналистов и телевизионщиков своя возникла. Кстати, надо сказать, что вот сегодня много соблазнов, да, вот про цену мы говорили, про стоимость обучения, пойти куда-то где-либо подешевле, где-то попроще, да, кто-то там чему-то учит, там, я не знаю, только СММ, кто-то там копирайт, кто-то еще чему-то, да. Здесь комплексное, большое, системное, многолетнее, подтвержденное высокой квалификацией, уже мы по судьбам выпускников видим востребованность подготовка, подготовка, которая основана в том числе на огромной, внеучебной, но при поддержке преподавателей и практиков, которые немереное количество привлекается здесь, это вообще мощное, сильное сочетание учебного и неучебного, что позволяет делать хорошие и творческие продукты, и научные, и исследовательские, вот о которых сейчас говорилось, и студенческую жизнь вести активно, и фестивальную, кстати, спорт, и фестиваль тоже не последнее дело, что, нормальные, есть творческие люди, из наших стен вышли победители голоса, да, голос, победитель номер один, это вообще Дина Гарипова, выпускник журфака, вот, и в любой ипостаси себя могут реализовать все, кто здесь учится, на всех направлениях подготовки, я уж не говорю, что два студента года, лучших студента года России, они выпускники института, блоковариат института, так что тут такой комплексный подход, да, не только вот учеба, учеба и учеба, и все ради учебы, это очень важно, но вот все, что происходит параллельно, оно дополняет, оно не само по себе где-то там плавает, он дополняет те компетенции, которые получает в учебной процессе. Ну, хорошо вы сказали. Добавлю, да, если позволите, что среди выпускников есть и КВНщики федерального масштаба, были такие, достаточно вспомнить практически целиком команду из выпускников. Нет, вы скажите, где наших нет, да, они везде фактически присутствуют, чем очень, это, кстати, ответ на первый вопрос, мы как бы вернулись, то есть востребованность практически по всем сферам жизнедеятельности, актуальным и значимым сегодня выпускников очень высокая, и прежде всего потому, что не только учебные, строго учебные, хотя это крайне важно, но и большой вот этот, как это называется теперь, вот неучебная работа, воспитательная, да, социально-воспитательная, она на очень высоком уровне находится, она помогает им реализоваться потом в жизни, не потеряться. Смотрите, по сути ответили на следующий вопрос, поэтому сейчас придется подбирать слова-синонимы. Для чего стоит поступать вот в высшую школу журналистики? Для чего? Вот ответили. А именно высшую школу журналистики? Именно высшую, вот конкретизировали сейчас, вот спрашивает человек. Называется нарвался, да? Значит, ну, во-первых, там же есть направление, ты идешь и ты осознаешь, ты видишь, ты хочешь состояться как творческий человек в журналистике, в теле, кино, видеопроизводстве, в создании медийных проектов больших, социальных проектов, социальных медиа. То есть, понятно, что есть какой-то первотолчок, который тебя ведет, и который ты ставишь в качестве своей цели, что ты можешь заниматься профессионально. А вообще, с моей точки зрения, это, кстати, не только высшую школу журналистики касается, но и, опять же, скажу, возьму на себя смело сказать за все направления подготовки, которые есть в институте. Это, знаете, это хорошая, мощная социально-гуманитарная база знаний. Потому что вот без этого какие-то фрагменты, еще чего-то ты можешь где-то там потом, и придется по жизни осваивать, и догонять, и оттачивать себе, новые профессии осваивать, которые рождаются на стыке знаний. Но вот если у тебя нет базы, вот если у здания, у Эрмитажа, если бы не было такого мощного фундамента, он давно на этой ниве развалился, какой бы он там красиво ни был построен. Вот это мощный фундамент, где ты можешь свой личный Эрмитаж жизни потом созидать в самых любых там аппликациях, как тебе это понравится. Здесь это есть. Без этого фундамента ничего дальше не получится. Плюс тут очень сильно действительно сделана ставка последние годы на цифровизацию, на смещение еще, дополнение IT-знаний, языковая подготовка. То есть все то, что так или иначе сегодня в жизни человеку нужен, даже если он вообще завтра нигде не захочет работать. Вообще скажет, тут закончил университет и буду отдыхать. Без этих знаний он просто будет обречен уйти на вечный отдых и покой. Тут он всегда себя сохранит, найдет и не пропадет. Поэтому надо поступать именно сюда, для того, чтобы в этой жизни быть востребованным, востребованным, содержательным и, главное, внутренне всегда чувствовать себя очень достойно. Это институт, рождающий достоинства в человеке. Это очень важно. Можно много знать и комплексовать. Согласна. Ну и на этой приятной ноте я предлагаю закончить. Напоминаю, что был прямой эфир Институт социально-философских наук, массовых коммуникаций, Казанский федеральный университет, КФУ Лайф. Смотрите нас. Впереди еще много всего интересного.